Игры закончились, но Сочи не опустел. Своеобразное паломничество по местам зимней Олимпиады каждый год совершают тысячи людей. Как отдыхается в знаменитом городе, выясняла Анна Бажайкина. Первый шаг к отдыху я уже сделала в вокзал Адлера. Теперь главная задача добраться до всех пунктов назначения. Отель, Олимпийский парк и, конечно же, море. Скажите, до центра Сочи сколько добраться стоит? Улица Виноградная. Пощечка где-то в пределах 600 рублей. А какие еще альтернативные пути есть? 125, 105, 124. Много машин. Спасибо. Погажа у меня немного, поэтому на такси я решила не ехать. Как раз подошел автобус, который идет до центра Сочи. 50 рублей вместо 600. От вокзала и аэропорта Адлера до центра Сочи почти 30 километров. По этому маршруту целый день курсируют десятки автобусов. Цена билета около 50 рублей. Если ездить в пределах района, проезд стоит около 20. До самого отеля автобус немного не дошел, поэтому мне пришлось метров 600-700 пройти пешком. Кстати, хочу отметить, сочинцы настолько отзывчивые люди, что буквально каждый может подсказать, как правильно пройти и куда свернуть. Впереди еще целый день. Путь снова на вокзал Адлера. Следующий пункт – Красная Поляна. Если добираться туда на такси, это займет минут 40 и обойдется где-то в 1000 рублей. Другой вариант – электропоезда «Ласточка». Четыре раза в день они отходят от вокзала Сочи и проходят через вокзал Адлера. Дорога займет минут 50 и стоит 68 рублей в одну сторону. Еще с кондиционером. Расписание лучше посмотреть заранее. На таких же «Ласточках» можно добраться до Туапсе за 550 рублей и за 50 до Олимпийского парка. В среднем за день по каждому направлению проезжают 4-5 электропоездов. Чтобы объехать весь Олимпийский парк или добраться до пляжа, многие выбирают аренду велосипедов. Я на нем ездить все равно не умею. Есть секвеи. Расскажите, как на них устоять? Ну, давайте я все-таки вот электросамокат. Там три колеса, там как-то все понятно и более надежно. Аренда электросамоката, так же, как и секвеи, на один час стоит 1000 рублей. От Олимпийского парка на таком транспорте до ближайшего пляжа не больше 10 минут. Это тот случай, когда маленькая скорость преимущества. Пока медленно едешь, смотришь по сторонам. Оставить двух- или трехколесный транспорт можно на набережной на специальных парковках. Пока будете на пляжи, за велосипедами присмотрят охранники. Бесплатно. За ходом солнца жизнь в Сочи продолжает бурлить. Вот сейчас я еду в Сочи парк, там вещают очень красочные шоу-фонтаны. Это гастроли французского театра воды. Для представления специально построили огромный бассейн площадью почти 2000 квадратных метров. 6 70-метровых водометов, 54 30-метровые пушки и еще десятки фонтанов, больших и поменьше. Все это с искусственным туманом, лазерным шоу и, конечно, музыкой превращается в водную феерию. Шоу-фонтанов в Сочи парке показывают каждый вечер. Ну что ж, после такого насыщенного дня уже пора бы и в отель. Судя по тому, что люди еще стоят на остановке, наверное, до туда можно доехать на общественном транспорте. Но я уже и так достаточно сэкономила, поеду на такси. Скажите, сколько до центра Сочи? Около 1000 рублей. Анна Бажайкина, Наталья Дудина, Анатолий Романов, Андрей Копин, МИР24. Ну и отмечу, что после Олимпиады поток курортников увеличился почти на треть. Только за прошлый сезон город посетили более 5 миллионов человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова